Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Мы продолжаем играть в 22-ю ферму, карта NF Marsh. И у нас, друзья, начинается четвертый год. Весна, и как вы можете видеть по количеству контрактов, которые я взял, пассивная. Баланс у нас в дичайшем минусе, потому что в прошлой серии, прямо перед зимой, мы поставили новое производство. За зиму, друзья, почти все переработалось, осталось совсем чуть-чуть канолы, чуть-чуть подсолнечника. Есть у нас 238 кубов дизельного топлива и 137 кубов корма для свиней. В принципе, по большому счету, это самое дизельное топливо мы можем продать хоть сейчас и выйдем в плюс. Но мы его не для этого делали, нам самим оно нужно. Также, друзья, у нас есть корм для свиней. Его я тоже продавать не хочу, хочу поставить в этой серии свинарник. Также по заводам в левом верхнем углу мы видим, что через 18 часов 54 минуты у нас закончится переработка силоса. Канолы хватит еще на день 3 часа. Подсолнухи тоже, в общем-то, скоро закончатся. Завтра, на следующий день, в апреле, у нас будет очередной покос. Там мы, в общем-то, наберем силоса с контрактов с левого. Биогаз запустим. Также у нас скопился электрозаряд, кстати. 520 тысяч литров. Я думаю, что мы его можем смело сейчас продать. У нас пока что даже вот наши навесы спокойно себе могут обеспечить НПЗ. Поэтому давайте поставим на продажу и чуточку мотнем время, чтобы случилось у нас 6 часов утра. И бздынь, давай продавайся. У нас 50 тысяч плюса. Прелестно. В общем-то, о планах на будущее мы, друзья, поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас у меня висит 22 контракта. Я полетел их выполнять. В основном работать у нас сегодня будет вот эта вот удобрялка, потому что там контракты на удобрение, а также сеялка и сажалка. Контракты особо не жирные, я смотрю. Кстати, еще удобрение появилось, что прекрасно. Мы его тоже берем. Короче говоря, вот это вот все я по-быстрому выполняю. Как раз вот завтра на работе этим поупарываюсь. Курс плейчик сам работать будет. И встретимся, когда уже будут у нас какие-то финансы. Здрасте, еще раз. У нас почти 10 часов утра. И на балансе уже есть 558 тысяч. И еще висит 4 контракта. Самое вкусное напоследок. Два удобрения и два довольно-таки больших посева. Правда, тут еще 40 минут осталось работать. Этот ездил пополняться, но тут небольшой бункер, поэтому он часто ездит пополняться. Поэтому товарищу еще 13 минут, а потом 78 поле. Жирненько и со вкусом. И потом, друзья, нас еще ждет работа на наших полях. Потому что сейчас март, и время сеять подсолнечник. У нас все поля готовы к посеву. Так что останется их только засеять, удобрить и прикатать. Хотя вроде как подсолнечник даже прикатывать не надо. И удобрять тоже не надо будет, потому что у нас подсолнечник сеется с сажалкой. И в ней есть функция удобрения. Поэтому по-быстрому это все будет сделано. Хотя как по-быстрому? Вот эти вот два поля, наверное, маленьких довольно быстро будут засеяны. А 39 будет долго. Ну ладно, ничего мы вообще... Че я вообще включился здесь? Насобирали денег, а значит можно ставить свинарник. Правильно? Правильно. Для этого, правда, надо купить участок. Как я уже говорил, на 33 поле я планирую все это дело поставить. Кстати, на 78 поле растет у нас хлопок. Его компуктер сам сюда засеял. Меня только вот удобрить попросил. Возможно, попросит еще раз потом. И что я сделаю, в принципе, с удовольствием. А вот как его потом убирать, если будет контракт? У меня идей нету. Хотя ради такого, может быть, и купим хлопкоуборочный комбайн. Но поле 33, участок номер 32, стоимостью 229 тысяч. Мы его покупаем. Как раз есть 20% скидочка на нем, и это прекрасно. Теперь эта полянка наша, но как поле мы его использовать не будем. Она у нас тоже под застройку загонов для животных. Что у нас есть из животных? Нас сейчас интересуют в первую очередь свиньи. Есть два вот таких вот свинарника больших. Чем они отличаются между собой? Вот тут надпись ЦХК. Вообще без понятия, если честно. Я их как бы тестировал, если можно так выразиться. Разницы никакой вообще не почувствовал. Я вот не знаю, свинарник начинать поближе к базе ставить или подальше от базы. Давайте поставим вот здесь, поближе к базе. 300 тысяч денег. Бздынь. И готово. И разумеется, надо, наверное, это все дело затераформировать. Единственное, мне кажется, конечно, было бы красивее, если бы здесь была травка. Но травки здесь не будет. Давайте мы вот эту вот часть поля уберем и оставим здесь траву. Но именно закрашенную, чтобы это не поле было. Тут разная трава есть. Hell is grass. Какой-то газон, наверное. Я бы вот такую траву хотел на самом деле. Время, в общем-то, тестов, да. Ну, кстати, вот трава, видимо, со щебнем или с асфальтом каким-то некрасиво. Вот это тоже некрасиво. Просто есть вероятность, что она еще вырастет. Но вот, мне кажется, вот это у нас самое больше похоже на правду. Давайте вот таким вот аккуратненько и все сделаем. У меня есть подозрение, что она реально потом вырастет просто и все. Сейчас зарисуем. Сейчас все будет красиво. Здесь может даже остаться такой, знаете ли, художественный беспорядок. Вот здесь дороге надо сделать какие-то подъезды будет. Что вообще, куда нам нужны подъезды? Смотрите, вот здесь вот у нас будет выгружаться солома. Вот здесь у нас будет выгружаться вода и корм. Здесь у нас будет выгружаться свиньи, но возить их самому у меня желания никакого нет. Вообще ровно ни разу не получилось. Но будет вот так. Обрубок от поля получился. Ну и ладно. Здесь, наверное, тоже имеет смысл снести или здесь сделать дорожку. Давайте сделаем здесь дорожку. Найдем, что вот это вот у нас, типа гравий, да, какой-то. Грязь. Это у нас грязь. Это у нас грязь, понимаете? И вот это у нас грязь. Как раз она, кстати, и выйдет. Будет красиво. Или может быть даже здесь немножко вот так вот расширить это все дело, да? Пускай лучше будет пошире. Во. И давайте вот здесь так тоже сделаем. И закруглим немножечко. Вот тякут. Во. Ну вроде как симпатично получилось. Цугубо, на мой взгляд. Надеюсь, что здесь таки вырастет потом трава. Если не вырастет, как бы и бог с ней. Здесь можно сделать въезд. Как вы считаете? Или вот здесь сделать вот еще вот такой въезд. На этих дорогах у нас нет автодрайва, по-моему. Можно сделать небольшой лайфхак. А вот это у нас, кстати, осталась часть поля. Ее тоже надо закрасить будет травой. Смотрите, если мы сделаем вот тякут, то мы все маршруты автодрайва сейчас в режиме строительства увидим. Да, у нас здесь вокруг поля есть автодрайв проложен. Ага, то есть здесь мы уже не видим. Какой-то диапазон. Так, контракт на 59 поле завершен. Давайте-ка мы его вздынь. Примем. И отправим его работать. О божечки ты мой, какая сеть. На 178 поле. Просто 78. Сгенерировали. И поле 78. Бздынь. Погнал. Ну а этот контракт мы, разумеется, принимаем. И наши денежки. Больше контрактов пока нету. Закончатся вот эти вот посевы. Там еще будут контракты. На удобрение этих полей. Но, по крайней мере, так раньше было. Свинарник даже на карте не обозначен. А что это так? Так, у меня есть желание подъехать к нему ближе, чтобы точно видеть там весь автодрайв. Видимо, вокруг этого поля мы сейчас будем все сносить и все переделывать. Ведь поле это у нас больше не поле. Точнее, конечно, часть его поля, но только часть. Просто вот так вот проезжаем и сносим все точки вокруг поля. Оно нам больше не нужно. Здесь у нас есть точка поля 33, но она нам в принципе-то не нужна. А здесь у нас был заезд. Ладно, давайте это тоже пока что все снесем. И сейчас тогда будем что-нибудь думать, придумывать. Наверное, друзья, имеет смысл сделать односторонний маршрут с въездом. А прописать въезд на базу для вот этих парковок и тех, кто на загрузку едет. Едет, да. Едут. Так, меня бесит вот эта часть поля. Давайте ее тоже перекрасим. Как-то вот так. А здесь у нас была грязь. Возвращаем ее обратно. Блин, а 10 тысяч загрузилась удобрялка. Ничего хорошего. И здесь мы тогда делаем выезд вот такой. Вот, художественный беспорядок. Да-да-да. Это про меня. Ну и тогда с той стороны у нас получается будет въезд. Делаем одну линию просто на базу. Вот по этой дорожке. А одну линию делаем просто с точками разгрузки, загрузки вот этого всего дела. Хотя, честно говоря, оно в миллион раз удобнее будет, если заезжать с этой стороны. Или нет. Блин, по-хорошему бы вот здесь вот заезд сделать. А не там. А давайте сделаем. Че уж тут. Я же надеюсь, мы сможем здесь вот так вот зарисовать. Да? Да, сможем. Все, здесь у нас будет заезд. И на базу будет идти, и к нашим свинкам. Так, бочка. Давай-ка мы тебя отцепим. И рисуем тогда односторонний маршрут. Ну вот как-то вот так вот. Полин опять не отключил. Уже который раз я на этом попадаюсь. Так, вот это вот мы соединяем. И погнали сделаем то же самое, только альтернативный маршрут. Отсюда, в общем-то, тоже тогда. Давайте вот так вот соединим сразу же. И поехали. Проедемся. Ну, как-то вот так вот это у меня получилось. Не знаю, насколько это будет работать. Вот это вот дело соединяем. Далее. Надо это подключить все к дороге к нашей сети. Въезд. Здесь тоже, кстати, сделаем с выездом на встречную полосу. Наверное. То есть, это делаем вот так вот. Это делаем вот так вот. И вот отсюда красивую линию. Красивая линия отсюда не получается. А вот отсюда получится красивая линия. Не хочет и отсюда получаться красивая линия. А если вот так вот сделать? Да ты шутишь. Во. Вот теперь оно пошло закругляться. Я думаю, что-то вот в этом духе нам как раз подойдет. Все равно некрасиво получилось. Ну, выравниваем, значит, чтобы получилось красиво. Что-то в этом духе. Здесь у нас чисто въезд. Поэтому двусторонним его делать нет смысла. Ну, а с этой точки мы уже просто тогда закругляем. Можно даже вот в эту. Не, на самом деле с этой точки будет так себе. Не, с ней будет хорошо. Только мы ее чуть-чуть назад вот так вот отодвинем. И будет красота. Вот так вот вздвинь. Вообще огонь. Во. Ну, мне пока что нравится. Давайте-ка мы вот это вот тоже сделаем двусторонним. Чтобы он заранее видел транспорт здесь. Если вдруг кто-то будет ехать там. С этим понятно. Далее. Надо сделать точки выгрузки. А вот на эту точку мы тогда делаем свинарник. Еда, вода. Вот здесь, насколько я понимаю, будет загрузка жидким навозом. Вот здесь выгрузка соломы. Давайте мы вот на эту точку сделаем. А потом, если что, будем править. Свинарник, солома, жижа. Да, я еще тот обзыватель. А вот. И в целом все. Можно закупать свинок и отвозить им корм и воду. Единственный косяк. Нам нечем везти воду. Но у нас есть трактор. И так вдруг есть, паркуйся. А, еще где брать эту самую воду? Ха. Нам надо поставить здесь гидрант. Во, смотрите, какие тут штуки есть. Топливные баки. Слушайте, можно будет заправку сделать на базе потом где-нибудь. Цистерна жидких удобрений. Цистерна для удобрений из нержавеющих стали. Не понял, у меня игра свернулась почему-то. Карма 16. Прикольные тут всякие штуки есть. Есть, короче, вот такая водонапорная вышка. Но тут вроде как вода платная в ней. Станция закупки гербицидов. Здесь можно закупать и хранить гербициды. При закупке добавляется стоимость доставки. Первые 10 тысяч литров входит в стоимость приобретения станции. Эвана как. Бункер удобрений. Станция закупки извести. Насосная шахта. Короче, вот такая вот штука есть за 10 тысяч. Вот такой вот колодец. Есть покрасивее, конечно, выглядит. Но много места занимает. Или вот такой вот простой гидрант за 10 тысяч, который можно просто всунуть здесь. Вот прям вот здесь. И здесь набирать воду. Мне кажется, это идеальное решение. Правда, вот отсюда ему ездить. Это он здесь на базе, где это как-то разворачивается. Потом ездить сюда. Хотя, почему нет? Можно прям рядом с Керхером его поставить. Во. Пойдет. И здесь тогда надо сделать точку. Блин, обслуживание техники 48 тысяч. Осталось как-то маловато. Нам же еще как бы свинок купить бы. Так, друг, опять мы едем кататься на тебе. О, биогаз, север, въезд. Что если нам немножко пододвинуть эту точку вперед и переименовать? Кстати говоря, давайте создадим папку свинарник. Возможно, там еще появятся другие животные. И мы тогда закинем это все в папку с животными. Просто переименуем ее, да и все. Я же надеюсь, тут можно переименовывать папки. Давайте вот эту точку въезд переименуем. Биогаз, север, вода. Мне кажется, это будет хорошее решение. И сейчас возьмем какую-нибудь маленькую цистерну купим. А то есть паркуйся опять. Купим какую-нибудь маленькую цистерну для воды. Я думаю, что надо вот такую брать. 12,5 тысяч литров. Перевозит все жидкости. Можно маячок поставить. Прикольно. Тип заливки ставим все. Индикатор уровня наполнения, да. Основной цвет. Ее можно покрасить. Я бы в какой-нибудь голубенький ее покрасил на самом деле. Это знаете, такой для воды очень похожий цвет. Вода, молоко. Дизайн это вот эти вот штуки. Понятно. Голубой с желтым смотрится. Так себе, колхозно. Давайте просто она будет цельная такая. Или темно-синий. Темно-синий вроде ничего. Не, мне вот такой вариант больше нравится. Оставляем такой. И цвет обода, кстати, можно тоже сделать такой. Вполне себе будет смотреться. А номер, насколько я понимаю, уже у нас 60. И все. Окей. Мы эту штуку покупаем. 29,500. У нас остается 18 тысяч. И, честно говоря, на 18 тысяч свинок-то мы не особо купим. У нас тут вмещается аж тысяча свиней. Можно купить по дешевке поросяток. Можно купить уже взрослых. Я бы купил взрослых. Они быстрее будут размножаться. А еще, кстати, нам же надо поставить хреновину для навоза. Черт, а сколько она стоит? 25 тысяч. Куча навоза. И автодрайв будет ей провести тоже. Не хватает денег. Черт. А 6 минут осталось у нас вот этому товарищу работать. Будет 70 тысяч на счету. Отлично. Вот этому товарищу еще полтора часа. Плюс он пока еще пополняться. Пару раз съездит, наверное. И этот товарищ поехал опять пополняться. А, кстати, контракт на 50-м поле у нас уже принят. Да? Можно его закрывать. Я что-то как-то не уследил этот момент. Все. Ты нам сегодня больше не нужен. Едь, паркуйся. А мы тогда принимаем наш контрактик. 78 тысяч. Готово. Прекрасно. Так вот, куча навоза. То есть жидкий навоз, я так понимаю, будет скапливаться здесь. А вот эту штуку надо здесь ставить. Давайте ее вот так вот и поставим. Здесь надо только сделать будет подъезд к ней. Подключено к фэт-свинарник. Отлично. Да, надо будет, наверное, поставить этот манурофикс. Модик такой есть. Потому что свинки, говорят, плохо какают здесь. Так, друг. Давай, поехали опять. Как нам тут грамотно поступить, а? Кто мне расскажет? Надо просто объехать свинарник. Объехать его с другой стороны. Не знаю, имеет ли смысл там дорожку нарисовать. И вообще имеет. Сделать красиво. Если мы все делаем красиво, значит, надо все делать красиво. Правильно? Правильно. У нас вот такая вот грязь. Делаем побольше и делаем ее круглой. И рисуем вот такую вот дорожку. У меня есть надежда, что здесь вырастет трава. Если не вырастет, будет обидно. Вот. И в эту вот дорожку она приходит. И мы делаем, получается, маршрут вокруг вот такой. Он сюда приезжает. И отдельное ответвление сделаем на загрузку навоза. Ну, в общем-то, погнали тогда. Сделаем и проедемся. Вот как-то вот так. Отключаем запись автодрайва. И вот эту вот штуку соединяем. Здесь нужно сделать ответвление. Ну да, будет заезжать на травку. Ничего страшного. Давай вот с этой вот точки. Вот так вот. Здесь вот так вот проезжаем аккуратненько. Блин, на клавиатуре это делать крайне неудобно. И прямо вот здесь тогда рисуем эту точку. Будет свинарник. Навоз. Вот. Я надеюсь, это все, конечно, будет у нас работать. Поехали еще подсоединим начало. А, начало я сразу подсоединил. Да, у меня есть такая привычка иногда делать. Ну, в любом случае. Давай, езь по этой дорожке тогда. Прокатись и припаркуйся. Во. Вроде бы все. Теперь мы идем в магазин. Не сюда, а в магазин, я сказал. И, а, мы уже купили такую штуку. Че это я? Смотрим, друзья, на наших свинюшек. Я вообще думал купить их штук 300 хотя бы. Но сейчас денег на них не хватит. Давайте купим 60. А, и купим еще 60. Итого 120. Заработаем денег. Добавим еще. А дальше они уже там сами как-нибудь. Хотя, наверное, даже до 500 имеет смысл их довести. Так, нажимаем кнопочку разрешить переполнение. Как я уже говорил, у меня стоит модик на расширенную систему животноводства. Он позволяет переполнять загоны для животных. Однако, у них из-за этого портится здоровье. В общем-то, мы видим, что они расплодились. Им там тесно, плохо. И вывозим старых свинюшек. То ли на гамбургеры, то ли еще на что-нибудь. В общем-то, им нужно привезти туда воду, солому и корм. И погнали всем этим заниматься тогда. Самый прикол, что я не знаю, сколько вообще туда влазит. Но, кстати, Production Hut Info, он покажет, если насколько будет не хватать. И где-то что-то закончилось. Мы это увидим. Так, вот эту вот игрушку, как раз я берег на тот случай. Парковка XXX2. Мы ее переименуем парковка Водовоз. Пока что у нас такой будет. Но, разумеется, в будущем будет ман на 50 кубов. Или на сколько он там идет. И отправляем его к дилеру. Погнал. А, кстати, Свинарник Навоз надо перекинуть в Свинарник. Свинарник готово. Это готово. Далее. Одного мана мы берем и говорим ему один раз съездить на наш НПЗ. На загрузку сыпучего забрать там корма. И отвезти это дело на Свинарник Еда-Вода. И это нужно сделать со свиным кормом. А что это тут такого нету? Или там корм для свиней был? Корм для свиней. Согласен. Один разик. Погнал. Давай вези. Мы, друзья, возвращаемся на эту базу. И здесь у нас есть вот такой вот фуражный прицеп. Ему мы говорим один раз. Один раз. Забрать солому. Из БГА склад загрузка. И отвезти это дело все на Свинарник. Свинарник солома жижа. И проверим, чтобы это все дело у нас работало. Давай тоже, друг, погнал. У нас тем временем еще и этот трактор тоже доехал до магазина. Здесь мы забираем нашу бочку. Красный трактор с синей бочкой, но в принципе будет нормально смотреться. Ой, блин, она же с поворотной осью. Я без понятия, как он будет там парковаться ей задом. Но ладно, в любом случае. Ты у нас один раз едешь, забираешь на БГА Северной вода. И отвозишь это все на Свинарник еда-вода. И забираешь ты воду. Давай, друг, тоже погнал. Да, место парковки не назначено, ничего страшного. Кстати говоря, из автодрайва я выпилил заправки. Северную и центральную. У меня теперь топливо. Прекрасно трактора заправляются на нашем НПЗ. Есть еще на южном точка. Почему-то автодрайв не видит ее в качестве заправки. Но туда можно приехать, будет забрать топливо. Ту точку я оставил. Так, соломка у нас загрузилась. И поехала, отлично. Не знаю, насколько хватит этих 50 кубов, то, что мы им загрузим. Как надолго. Если сейчас напишешь, что на полчаса хватит, то, конечно же, докинем еще. Вот они, свинушки такие прикольненькие. Поросятки, они, не знаю почему, но для меня они какие-то такие прикольные, да. Так, корм у нас в ман засыпается. Так что все работает. Давайте мы его найдем. Отлично. Здесь автодрайв провели хорошо. Все работает. Это меня радует. А тем временем соломка у нас тоже сюда приехала. Вроде как она выгружается вот сюда. И неизвестно, он замедлился, потому что триггер увидел, или он замедлился, потому что к точке подъезжает. Или просто ему в повороте здесь не нравится. Кстати, он прекрасно здесь поворачивает. Давай, разгружайся, пожалуйста. Он не хочет здесь разгружаться. Ладно, мы, кстати, сделали лишь... Так, отставить. Где у него триггер? Ага, надо подъезжать прямо вплотную, да? Не очень это круто. Хорошо. Неизвестно, будет ли работать наша жижа здесь. Но есть у меня еще одна мысль. Сделать здесь задний ход. Давайте вот эту вот штуку мы отставим в сторону. Вот так вот. Если он хочет разгрузку задним ходом, то он ее, в общем-то, и получит. Нажимаем кнопочку записи. И поехали тогда сделаем вот так вот. Здесь вот так вот протянем. А здесь тогда задним ходом как-нибудь вот так вот заедем. И в этой точке сделаем разгрузку. Прибыл биогаз с север-вода. Не понял. Он выгрузился? Он походу... Да, он выгрузился. Сейчас посмотрим. Я про этого вот парнишу. Так-с. Свинарник солома. Делаем здесь точку. Видимо, ту переименуем потом. Кстати, вот это вот можно сразу же соединить здесь. И здесь он... Здесь он, в принципе, что-нибудь-то найдет. Но на всякий случай выезд вот такой еще один делаем. Вот так вот соединяем. И все. В теории должно работать. Значит, солома жижа будет просто жижа. И то не факт, что будет работать. Может быть, эту точку придется потом переделывать. Блин, а так все красиво изначально было. А сейчас там какая-то петушня. Но в теории эта петушня должна работать. Так. Это мы сделали. Давай тогда просто едь, разгружайся на свинарник солома. Который мы перетаскиваем в папку свинарник. Просто едь туда, разгружайся. Надеюсь, на курс он встал нормально, да? С задним ходом у меня всегда проблемы были. Поэтому вытягивает. Но он растянулся, выпрямился здесь нормально. Место повернуть. У него он довольно даже четко заезжает. Оп. И разгружается. Отлично. Пошла. Ну и все, он сейчас припаркуется. Тогда потом посмотрим, сколько там еще надо соломы. Ман у нас тоже приехал. Давайте вот этого товарища в сторону отодвинем. Я не обратил внимания, когда и как он загрузил воду. И нормально ли. Но в теории загрузил. Так, а Ман не разгрузился, да? Или Ман разгрузился? Ман. А, Ман тоже разгрузился. И он поехал парковаться. Этот момент я тоже пропустил. Ну и и то го. Если мы залезем в животных, то мы увидим. Воды им привезли. Соломы привезли. И еды им привезли. И не то, чтобы прям много им всего завезли. А с учетом того, что мы сейчас закупим еще свиней. Воды здесь влазит прям много-много. Но с учетом того, что оно пропало из худо, то этого должно хватить им надолго. Ладно. Что мы делаем? У тебя точка парковки не назначена. И у тебя тоже, да? Так, назначаем тогда. Смотри, парковки. Водовоз. Одному назначаем. И второму назначаем. Как он там парковаться будет, без понятия. Но в любом случае, отправляем его возить воду. 9 раз. И в сумме будет 10. А потом он припаркуется. С этим понятно. Этот поехал парковаться, но мы ему говорим стоять. Потому что у нас есть корма для свиней. Сколько у нас корма для свиней есть? 86 кубов еще есть. 84. Почему я сказал 86? В случае чего, их зерном каким-нибудь еще тоже добьем. А давай тогда два раза. Вывози один раз. Съезди один раз еще. И потом паркуйся. Все, один хватит. А этот здесь застрял. Парковаться не уехал. Точку он словил вообще какую-то некрасивую. Наверное, он что-то из этого словил. Поэтому давайте мы ему соединим еще вот так. На всякий случай, чтобы он мог отсюда выехать. И в любом случае, ему надо съездить еще два раза. Провернуть ту же самую операцию. Даже три раза. Всю солому, что у нас есть, вывозим сразу туда. Так, отставить свинарник солома. А здесь меняем на свинарник солому. А здесь меняем на бга склад загрузка. Ну и куда же ты поехал? Просто спортивный интерес. Ну, выбрал какую-то точку и выбрал. Вроде как даже более-менее адекватно это получилось. Ну ладно. О, у него появляется декалька с водой сзади. Когда в него загружена вода. Да? Прикольно. У нас осталось 48 евро. При разгрузке открываются здесь верхние вот эти вот лючки. И все, водичка пошла. Прекрасно. Так, то, что у нас закончились деньги, это плохо. Появятся они у нас не скоро. А нам надо заправляться удобрениями и семенами для тех, кто работает по контракту. А мы берем кредит на 30 тысяч. И, в общем-то, все. А, он поехал в объезд, потому что ему не понравилось то, что здесь точка стоит. Ладно, мы это потом подправим. С этой точкой еще разберемся потом. Меня больше интересует соломенный чел, чтобы он смог оттуда потом уехать. Давай, друг, покажи мастер-класс. Да, он здесь прям совсем аккуратненько все это пытается делать. Выгрузка работает, это мы уже, конечно, проверили, узнали. Меня больше интересует, чтобы он отсюда уехал нормально. Потому что в прошлый раз он отсюда уехать не смог. Давай. Шуруй отсюда нафиг. А, все, видите, все, теперь он точку эту нашел. Надо было просто соединить и все. Отлично, все работает, прекрасно. Блин, то, что здесь он круголят дает, мне не очень нравится. Ладно, друзья, я, в общем-то, сейчас добиваю вот эти вот два контрактика последних. Зарабатываем с них деньги и закупаем еще свинок. Я не знаю, сколько штук я еще хочу купить. В общем-то, потом подумаю. И встретимся утром в апреле тогда. А, здрасте. У нас, друзья, утро апреля. И уже, на самом деле, полодиннадцатого утра успел я немножечко полезных дел наделать этим апрельским утром. Было тут, в общем-то, несколько довольно вкусняких контрактов на удобрение и на посев. Я их почти все сделал. На удобрение остался один. Последнее поле, которое сеялось, вот оно только-только досеялось. Сейчас туда отправлен трактор, который это все дело удобрит. Также есть много контрактов на прополку. И они, кстати, половину уже поисчезали. Вкусных вообще не осталось. Был один вкусный на семьдесят восьмое поле, но он исчез. Вот. Ну и, разумеется, апрель это период тюкования. И все тюкование, которое на сено, я уже сделал. Осталось только тюкование на силос или сено на сороковом поле, которое я делать не хочу. Ну и четвертое, само собой, тоже. И восемнадцатый и двадцать пятое тоже я делать не буду. Четыре поля в черном списке. Сороковое, в принципе, жирненько, но не хочется. Также маленькие поля есть. Я их уже взял. Я даже успел их затюковать. Тюковка у нас, кстати, на биогаз север идет, что тоже замечательно. Занят просто наш вот этот вот товарищ, который был с сеном, который эти тюки возит. Поэтому они отвозились. Но, в общем-то, тут все прекрасно. Мы сначала вот эти маленькие поля отвезем на биогаз. Там, соответственно, тоже будут лишние тюки. И мы запустим БГА, чтобы он продолжал работать. БГА мы остановили. И НПЗ, линию канола мы уже тоже остановили. Канола закончилась. Подсолнуха хватит еще на тринадцать часов. В общем-то, тоже сегодня это дело мы и остановим. По поводу наших полей, друзья. Я прошелся... То, что мы засеяли в прошлый раз. А, в прошлый раз. Сегодня, получается, мы засеивали, да. Точнее, вчера, но как бы в этой серии. Наш подсолнечник. Он, разумеется, взошел и появились сорняки. Сорняки я прошелся по лольникам. И сейчас запустил уже последнее поле на большое. На тридцать девятое я запустил нашу вот эту штуку с точечным опрыскиванием. Где-то она здесь должна ездить. Вон она ездит. Она не поливает, не тратит гербициды. Но в экологию нам засчитывается, как будто мы все сделали по фэншую. А урожай соберем максимальный. Так, а вот этому товарищу, раз у него потом появится работа, мы говорим, что не надо припарковаться по завершению. Такая вот история. Эти тюки сена уже продаются, так что будут тоже денюжки. Еще интересно, как у нас дела у наших свинок. Во-первых, они нам тут уже накакали на 14 кубов. Кстати, я поставил модик ManorFX. На сайте он выложен, разумеется. Исправляет, в общем-то, появление навоза. Делает его нормальным. Их до сих пор 300 штук. Они не размножились. Но вот воспроизводство стало 25%. Здоровье у них прекрасное, потому что у них все есть. 24 куба они уже тут. Жидкого навоза нам сделали. Я так понимаю, 1 куб в час у них получается как-то. Водички выпили немного. Соломы потратили не сильно много. Корма потратили не сильно много. Вроде как мы будем справлять. Опять-таки, у нас 300 штук. Что будет, когда появится 1000, неизвестно. Плюс, может быть, более взрослые свиньи больше жрут. Я не исключаю такого. Короче говоря, посмотрим. А что это у нас деньги? А, удобрения, понятно. Я, друзья, предлагаю взять вот этот навоз. И взять жидкий навоз. Жидкий навоз можно подождать 11 часов. И там получится 25 кубов. А это 2 прицепа по 12,5. Ровненько 2 прицепа и отвезти на БГА. На БГА у нас есть линии переработки жидкого навоза и навоза. В принципе, они быстро закончатся. Но можно его переработать, почему нет. Или поднакопить. Нет, давайте вот один раз мы это сделаем. Заодно проверим, чтобы здесь автодрайв везде работал. И отвезем. Навоз можно, в принципе, сейчас отправить. Да, кстати, вот несколько полей затюковано силосом. Как я говорил. Самые маленькие вот эти вот контракты. 4 штучки. А потом уже большие пойдем. То есть, 9-е, 10-е. Тут 75-е. 60-е поле. 41-е. И, конечно же, 45-е. Самое вкусное будет. И 48-е еще потом. Так что завтра будем эти тюки... Я завтра на работе буду, в общем-то, эти тюки собирать, тюковать. Мне будет весело. А, ну еще этот ролик надо будет сначала смонтировать. И спонсорам выложить. Чтобы в воскресенье они смогли его уже посмотреть. 31 сентября... 1 октября получается, да. Вот, если вы хотите тоже так вот заранее, то это на бусте можно сделать, кстати, да. Так, что-то я отвлекся от мысли. Мне нужен был ман. Давайте возьмем белый. Нет, не белый, черный хочу. Не знаю почему. А что это у него не залазит? А что это за новая приколюха? А что-то это как-то не прикольно. Парковка ман. Во, залез. Так, один разик ты едешь на свинарник. Навоз. Забираешь навоз. Выгружаешь его. БГА северный. Ну, разгрузка получается, да. И так как там тебя мало, отвозить при уровне поставим 10%. Главное потом не забыть вернуть. Ну и давай едь. А пока он едет, давайте, друзья, посмотрим наши финансы. За март и за апрель. А новая техника 29500. Это наша бочка. Новый скот, само собой. Строительство тоже, понятное дело, свинарник наш. Покупка участка под этот свинарник. Обслуживание техники. В общем-то, довольно много. 68000 в марте и в апреле 56000. Но будет еще больше потом. Амортизация недвижимости. Это списывается ночью. Но у нас, соответственно, тоже появится. Цена производства у нас в апреле будет ниже, потому что немножко простаивал БГА. Плюс отключаем линии по производству топлива. Тут будет сильно меньше. Продано тюков. Это мы сейчас продадим. Последние вот эти вот сейчас будут на сено и больше не будет. Продано это у нас электричество. В апреле мы его продавать не будем. Что приятно. Расходы на топливо по нулям, потому что наша техника заправляется на нашем заводе. Теперь нашей собственной солярой. Ну и доходы по контрактам в марте миллион. В апреле тоже будет миллион где-то. Другое 165000 и 75000. Это расходы на удобрения и семена. Сборы на доставку продукции. Это у нас доставка электричества идет. Первый декабрь вот было много, больше чем в другие месяцы, потому что надо было полностью забить электричеством завод. Здесь опять-таки будет меньше, потому что завод мы линию отключили одну уже, одну отключим потом. Будет трохи поменьше. Вот такая вот история. Так, побежали, а то сейчас пропустим самое интересное. Работает ли наш прекрасный автодрайв? Потому что ман туда уже приехал практически. 14 кубов они накакали. Вот с этой точкой я на самом деле не знаю. Если тут большой триггер, то он конечно загрузится. Если он маленький, то вряд ли. Как мы, с учетом того, как мы вчера все сделали. Так, ты будешь загружаться, а? Рассказывай. Уже давно пора бы загружаться. Он не загружается. А где? А как? Есть кнопка начать заполнение. Она у меня активна здесь. То есть вручную, пожалуйста, сам. А что автодрайв не хочет? Ну вот и здрасте, приехали. Потому что мы подсолнухи стоят, правильно. А мы загружаемся не подсолнухами. Давай, друг, дубль два. Едь, загружайся по-нормальному. Поросятки, да. Классные. Ну давай, друг. А, все, да, отлично. Пошла загрузка. Но то, что он там должен выгрузиться, это точно. Если он, конечно, сюда выгружается. Но больше точек разгрузки я не знаю. Хорошо. Здесь, в общем-то, у него тоже проблем быть не должно, насколько я понимаю. Бздынь, да, пошла разгрузка. Ну, в общем-то, эту линию тогда можно и включить. Бздынь. Погнали. Все работает. Но этого навоза хватит. За 3 часа 20 минут он весь переработается. Ну и ладно, пускай перерабатывается. Ладно, друзья. Ждем тогда, пока вот этот товарищ у нас соберет вот эти тюки и закончит. И потом отправим его собирать силос. И на последних, в общем-то, посмотрим, что там заполнится в нашем биогазе. 11 утра и вот, соответственно, 25 кубов у нас этого самого жидкого навоза. Поэтому давайте протестируем все это дело. У нас была бочка специально для этих целей. Ну, то есть не специально для жидкого навоза, но... Правда, конечно, если так уж по фэншую брать, то в одной и той же бочке возить и жидкий навоз и воду. А в мане навоза потом зерно возить, такое себе. Ну, ладно. Кстати, задом она сюда более-менее заезжает, пойдет. Соответственно, друг мой, ты едешь два раза, забираешь, грузишься на свинарнике. Еда-вода. Нет, отставить. Солома-жижа у нас было, да. Надо переименовать просто в жидкий навоз будет. Солома все-таки отдельно у нас. И на биогаз северный жидкий навоз, насколько я понимаю. И везешь ты, соответственно, жидкий навоз, да. Два раза. И погнал. Посмотрим, насколько хорошо это будет работать. Тем временем у нас, кстати, второй раз Вольво подъезжает с разгрузкой тюков. Второй прицеп тюков этих везет. У нас в первого раза засчиталось 79 и 20 поле. Мы тогда вывезли половину 28 и 79. Сейчас мы вывезли все 20 и остатки 28. Осталось только 26. Вот, правда, оно такое поприличнее, побольше будет. Но, в общем-то, в остатках что-то должно у нас нормально тут остаться. Запуститься мы явно сможем с этого. Давай разгружайся. Бздынь. 26 поле тоже полностью засчитано. И 28 4%. Нормально. Со следующего прицепа он точно здесь полностью все заполнит. А там, наверное, больше, чем на прицеп лежит. Меня больше интересует загрузка вот здесь. Кстати говоря, друзья, трава-то у нас здесь не выросла, нихренашеньки, да. Надо попробовать другую. Если за сутки ничего не изменилось, то значит и не изменится. Вот она наша штука. Кстати, довольно миленькая такая бочечка. Мне она нравится. И этот трактор вполне себе с ней справляется. Так, он увидел триггер. Открылся. Или он просто перед... Да, работает этот триггер. Отлично. Он прям большой. Это меня радует. Полностью заполнился и выльется. Отлично. Так, контракт на поле 77. Завершен. Мы этого товарища снимаем. Кстати, еще три контракта появилось, друзья. Три поля, которые были сломаны. Скорее всего, из-за мода на контракты на известь. 43, 80 и 7. Я их починил. Опять-таки, искусственно засеял туда. Подсолнух я туда засеял, кстати. На вторую стадию роста сразу. И есть контракт на удобрение. Почему бы и не сделать его? Начнем с самого маленького поля. С 80. Давай, погнал. А мы возвращаемся на наш биогаз. Ну, тут оно должно разгрузиться, безусловно. Да, разгружается. Отлично. Тогда. Тогда что мы делаем? Мы эту линию запускаем. Жидкий навоз. Тоже запускаем. Этого тоже на три часа хватит. Но мы два прицепа провезем. Хватит на шесть часов. Давайте пока вот этого пацанчика возьмем. Немножко подправим здесь автодрайв. Что нам надо, во-первых, сделать? Во-первых, мне не нравится то, что они проезжают через вот эту вот точку. Кто едет в объезд вот этой точки. Поэтому мы сделаем вот так. И соединим вот так вот альтернативненько. Черт, я ее стер. Перепутал кнопочки. Так, отсюда нам не надо. Нам надо отсюда и вот сюда. И вот так вот. И мы ее просто сюда вешаем, да и все. И еще, друзья, мы берем наш вот этот свинарник. Солома-жижа. Точку переименовываем. Свинарник-жидкий навоз. Вот так вот. И все. И все будет по красоте. Этого товарища отправляем на парковку. Заодно смотрим, что он нормально проедется по дороге, а не через солому. И все прекрасно. Есть у меня подозрение, что он с этого грузовика закроет контракт. И тут еще останутся тюки. И это все останется уже нашим. А то, кстати, и с этого достанется нам. Восемь тысяч еще на удобрение было потрачено. Да, все полностью загрузился. Но он, наверное, не полностью, да. Раз-два пропущено. Может быть, чуть больше. Ну, ладно. Восемь штук тут на поле осталось. Сто пудово нам что-то перепадет. Ну, разумеется, потом с других контрактов перепадет намного больше. Но сейчас нам просто линию запустить. Чтоб она работала и все. Кстати, насчет посевной, да. У нас тут азота прям дохренища. Намного больше, чем нужно. Поэтому урожай будет не айс. Чуть меньше, чем надо. Но потом выровняется. А еще, кстати, друзья, я обнаружил такую вещь, что наше 33-е поле, которое мы купили. Которое нихренашеньки не обработанное. Оно очень сильно портит нам картину по эко-счету. И сейчас у нас 9%. Еще, кстати, но тут нормально оно. Более-менее шестое поле. А вот это поле портит. Поэтому я предлагаю его вообще снести нахрен. Может быть, прямо сейчас. Так, прибыл на парковку водовоз. Молодец. Погнали, да. Исправим, во-первых, траву. Тем более деньги есть. Где наша вот эта вот планировка ландшафта, окрашивание. Я надеюсь, что если мы это поле все зарисуем, то оно перестанет быть полем. И вообще отображаться в точном земледелии. Так, мы вот этой травой зарисовывали, да? Да, вот этой. Давайте возьмем вот эту. Попробуем ей. Берем, во-первых, побольше кисть. И рисуем, в принципе, особо даже и не стесняясь. Дорожку главное вот оставить. А здесь получается поле мы это сносим нахрен. Кстати, и дорожка здесь тоже. Пускай будет художественный беспорядок, как я уже говорил. Немножко это все и на свинарник залезал. Но если там вырастет трава, то будет красиво. А я надеюсь, что она вырастет. Ну, вот так вот как-то. Должна вырасти. Вот. И поле мы, соответственно, тоже это все дело зарисовываем. Берем так, контракт на поле 28 завершен. И что-то туда уже упало. Сейчас мы посмотрим. Пойдем закончим только вот с этим вот делом. Вот. Как-то вот так вот получилось. Будем надеяться, что вырастет трава. Не вырастет, будем, значит, что-нибудь решать другое. Итак, что у нас здесь? Сила со 44 куба у нас упала. Эту линию мы тоже запускаем. И этого нам хватит на 5 часов. Плюс там еще сейчас еще пару тюков привезут. А потом еще будет куча остатков с других контрактов. Прекрасно. И контрактики мы эти, разумеется, тогда все принимаем. Итого 663 тысячи денег у нас есть. Ну и тогда, друзья, давайте на этом мы и закончим. Впереди у нас еще будет май. Там, как правило, ничего интересного происходить не будет. То есть мы ничего строить не будем. Наши поля обработки никакой не будет. Поэтому чисто контракты я этого уже показывать не буду. Мы, друзья, с вами встретимся в июне. У нас будет больше денег, насколько я понимаю. Потому что сегодня еще контракт тоже закрою. То есть да, в этой серии у нас прошла весна. А еще давайте посмотрим на эко-счет. Он все равно отвратительный. Считается ли, что здесь часть поля? У меня есть подозрение, что считается. Хотя здесь на карте нигде поля-то и не осталось. Там просто типа почва проверенная была. Хотя она только на полях работает. Наверное, здесь у нас часть поля осталась. Вот этот вот участок. О, воздушный шарик летит. Значит, что мы тогда делаем? Мы закрашиваем здесь вместе с дорожкой, а потом закрашиваем дорожку. Восстанавливаем. Тут у нас была вот эта Хелесграсс. Контракт на поле 80 завершен. Черт так. Отмена. Отставить. Он еще тут 3 минуты сыпать будет. Я знаю, это поле. Оно коварное. Этот контракт можно принять. Поле номер 7. Поменьше. Отправляем его туда. Курс плейчик мы тоже рисуем. Квадратное обычное поле. Прямоугольное. Прекрасное. Я такие люблю. С ними все просто. Давай, друг, погнал. А мы возвращаемся на поле номер 33. И идем опять-таки в планировку ландшафта в окрашивание. Нам нужна вот эта Хелесграсс. Давайте здесь вот так вот всю дорожку жахнем. Все эти кусты вырежем. Что у нас здесь попало. Вроде как в этом районе это все. А дорожка у нас, я помню, это была грязь. Вот такая. Можно ее даже прошить трохи. А, этот въезд мы сами же рисовали, да? Или вот этот, не, мы вот этот въезд сами рисовали. Ну, немножечко искусства. Все, никаких кустов. Здесь намека на поле остаться не должно было. Ну, вот эта часть еще. Здесь тоже можно трохи подправить. Дорожку эту расширить. И здесь ее даже вот так вывезти. Какая-то площадочка, но ладно. И что нам скажет точное земледелие? Все равно вот эта пупучка осталась здесь. И 20 очков эко-счета. Это прям вообще не круто. Хоть ты здесь возьми, сделай маленькое поле, перепаши его. Обработай как надо. Собери с него урожай, чтобы засчиталось удобрение и известь. И потом сноси. Может так и сделать? Может так и сделаем. Ладно, друзья. На этом мы тогда сегодня закончим. Доезжают наши тюки последние. Вот этому товарищу говорим. Припарковаться по завершению. Спонсорам, друзья, огромное спасибо за поддержку. Кто хочет смотреть ролики заранее, ссылочка на бусте в описании. Моды тоже мои. Все ссылочка есть в описании. Лайки, комментарии тоже не забываем. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok